Поэтому, уважаемые братья и сестры, мы благодарим Аллаха за религию, за Ислам. Благодарим то, что нас делает Ислам, молящихся. Те, кого Аллах не настал на прямой путь, не настал на путь намаза, я прошу Всевышний Аллах, чтобы он дал им возможность, обрадовал их вот этим, возможности поклоняться Аллаху. Ведь самое приближенное время раба Аллаха, Аллаху, это во время земного поклона. Всевышний сказал, Делай земной поклон и приближайся к Аллаху. Это самый, земной поклон в основе это унижение. Но если человек делает это ради Аллаха, только для Аллаха, то это наоборот почет. Почет, потому что он приближается ко Всевышнему Аллаху. Если человек пропускает, оставляет молитву, на его сердце станет... Ну, как сказано, грех, когда он грешит, когда оставляет молитву, черная точка на его сердце ставится. Потом еще черная, потом чернеет, черная становится его сердце. Ран. Аллах в Коране говорит, То есть, ран – это некая такая кожура, оболочка на его сердце, через которую уже поминание Всевышнего не проходит. И это окутано вот этим черной оболочкой его сердца. Это знаете, когда человек ездит в вахтном режиме, где-то работает. Бывает иногда от того, что они много там работают, руки уже, чем бы ты ни мыл, не отмываются они, черные становятся. Так же у него черное сердце становится отгрехов. То, что он не поминает Аллаха, Субханаху в Атеаля. То, что он не поминает Всевышнего, Аллаху Субханаху в Атеаля. И туда уже не проходит поминание, туда уже его сердце жесткое, каменное становится. А когда он поминает Аллаха, его сердце живое, его сердце, аль-хамду-ля, мягкое, и то сердце, которое любит Аллаху Субханаху в Атеаля. И Аллах смотрит именно на точку, на его сердце, как сказал пророк Мухаммад, «Инна Аллах не смотрит на ваш облик, не смотрит на ваш внешний вид, не смотрит на ваше имущество, однако смотрит на ваши сердца и на ваши дела», — сказал пророк Мухаммад. Поэтому мы часто задумываемся о теле. То есть нужна нам пища для нашего тела, нужно кушать, нужно пить, спать, душиться ароматными, аль-хамду лилля, благовониями. Но, однако, часто забываем о наших душах. Духовная пища — это поминание Всевышнего Аллаха. Когда человек, бывает, едет на дорогой машине, и увидишь у него улыбка такая искусственная на его лице, видишь то, что у него нет успокойства в душе, если он не молится. У него постоянно проблемы. А когда человек молится, аль-хамду лилля, помолился Всевышний Аллаху, его радость, сердце, его душа переполняется радостью. Потому что только почему? Потому что его душа, когда он говорит Аллаху Акбар, Аллах великий, он самый великий, нету никого более великий, чем Аллаху Субхану Акбару. Самый великий Всевышний Аллах. И когда человек говорит Аллаху Акбар, значит переводится Аллах самый великий. Есть слово Кабир, большой, великий, самый-самый великий, Аллах Акбару. Нету никого, кроме Аллаха выше. И в этот момент он ни о ком не думает, кроме как об Аллахе. Если он как что-то начинает думать, о ком-то отвлекаться и так далее, хочет побыстрее закончить, значит он обманывает, когда говорит, что Аллах великий. И душа его возносится к Аллаху. Душа его возносится, его рух полностью думает об Аллахе. Спешите на намаз, спешите на молитве, спешите на благие дела. Просим Всевышнего Аллаха, чтобы мы были из числа, и наши дети, наше потомство было из числа, тех, которые поминали Всевышнего Аллаха. Это дуа Ибрагима, который сказал, О Аллах, сделай меня из тех, которые будут выстаивать молитву и мое потомство. О Аллах, прими мои молитвы, прими мои дуа. Когда человеку тяжело, когда человеку тяжко, тяжело, он сразу упоминает Аллаха, делает намаз. Делает намаз. И в этот момент, аль-хамдул-ля, его сердце успокаивается. И он обращается к Аллаху, Субхану ва-те-Аля. Аллах, Субхану ва-те-Аля, когда человек что-то хочет в этой жизни получить и не считает намаз, хочет задать этому вопросу, этому человеку вопрос, хочется задать. Как ты хочешь получить что-то от Аллаха в тот момент, когда ты ослушиваешься Аллаха? Как ты хочешь получить что-то, когда ты не благодаришь, при этом, знаешь, что Аллах тебе дает ризк. Аллах, Субхану ва-те-Аля, тебя кормит. Аллах, Субхану ва-те-Аля, тебя поет. К Нему ты вернешься, и ты Его ослушиваешься, и при этом еще ты что-то просишь Его. И потом видишь, что Аллах не отвечает на твою мольбу. Поэтому спешите к молитве, спешите делать земные поклоны. Это самое-самое-самое, что может быть великий подарок от Аллаха. И мы должны подтвердить свой иман, подтвердить свою веру в Аллаху своим поклонением.